Чтобы понять развитие человека, нужно посмотреть на эволюцию его организма, а потом на развитие его отношений с окружающей средой. Эволюция организма начинается с эволюции жизни, проходит через приматов, потом формируется человек, неандерталец, кроманьонец. Интересно, что далее мы видим три ветви, биологическую, антропологическую, развитие городов и культуру, самовыражение человека. Вы видите эволюцию социума, а не индивидуальности. Далее, посмотрите на промежуток времени, 2 миллиарда лет жизни, 6 миллионов лет еду, а человечеству, каким мы его знаем, 100 тысяч лет. Эволюция проистекает по принципу телескопа. Если вы посмотрите на земледелие, научную революцию и революцию индустриальную, вы увидите промежутки в 10 тысяч лет, 400 лет, 150 лет. Дальнейшее ускорение эволюции. Это означает, что вскоре эволюция ускорится настолько, что мы сможем наблюдать ее в пределах нашей жизни, в пределах одного поколения. Новая эволюция рождается из двух типов информации. Цифровые технологии и аналоговые. Цифровые технологии — это искусственный разум. Аналоговый идет от молекулярной биологии и клонирования. Нейробиология связывает их воедино. По старой эволюционной системе один умирает, другой растет и доминирует. По новой эволюционной системе они будут сосуществовать и поддерживать друг друга без борьбы, независимые от внешних обстоятельств. Интересно, что теперь эволюция становится индивидуально ориентированным процессом, происходящим от нужд и желаний индивидуальности, а не пассивным процессом, где индивидуальность — лишь исключение в коллективе. Так что возникает неочеловек с новой индивидуальностью, новым сознанием. Но это только начинает эволюционный цикл. А когда приблизится следующий цикл, появится новый разум. Когда разум прибавляется к разуму, возможность к возможности, скорость меняется, пока не достигается крещендо. Вообразите себе, это как почти мгновенное умножение потенциала нео-человека. Это будет нечто совсем иное. Может быть усиление индивидуальности, размножение индивидуальности, или параллельные сосуществования, когда индивидуальность больше не ограничена временем и пространством. Новая эволюционная парадигма даст нам чувство правды, лояльности, справедливости и свободы. Это девиз новой эволюции. Вот что мы надеемся увидеть. Это будет хорошо.